Спаситель совершил свое первое чудо, которое мы можем прочитать, на брачном пиру в Кане Галилейской. Там также были Мария, его мать, и его ученики. Мария, по всей видимости, ощущала некую ответственность за удачное проведение пира. Во время празднования возникла проблема, у хозяев кончилось вино. Мария, переживая по этому поводу, подошла к Иисусу. Они быстро поговорили, и Мария, повернувшись к служителям, сказала, «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут шесть каменных водоносов. Эти водоносы, или сосуды, использовались не для хранения запаса питьевой воды, а для церемониальных омываний, согласно закону Моисееву. И Иисус говорит служителям, «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им, «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Затем распорядитель пира отведал воды, сделавшейся вином, и выразил свое удивление, обнаружив, что лучшее вино стали подавать под конец пира. Мы обычно помним об этом событии, поскольку превращение воды в вино было проявлением силы Бога. Это было чудом. Это важное послание, но в повествовании Иоанна содержится и другое важное послание. Мария была драгоценным и избранным сосудом. Она была призвана Богом, чтобы родить, воспитать и взрастить самого Сына Божьего. Она знала о Нем больше, нежели любой другой человек на земле. Она знала истину о Его чудесном рождении. Она знала, что Он был безгрешен и что говорил не так, как другие люди. И учить Его никто не мог, ибо Он не нуждался, чтобы какой-либо человек учил Его. Мария знала о Его необычайной способности решать проблемы, включая такую личную, как обеспечение брачного пира вином. У нее было непоколебимое доверие Ему и в Его божественную силу. В ее простом прямом указании служителям не было ни оговорок, ни условий, ни ограничений. «Что скажет Он вам, то сделайте». Когда ангел Гавриил явился Марии, она была юной девушкой. Сперва она смутилась от того, что ее назвали благодатной и благословенной между женами. И размышляла, что бы это было за приветствие. Гавриил заверил ее, что ей нечего бояться. Он принес благую весть. «И она зачнет в отчеревье Сына Всевышнего и родит Сына, Который будет царствовать над Домом Иакова вовеки». Мария так изумлялась вслух. «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел лишь кратко объяснил и уверил ее, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Мария смиренно ответила, что выполнить просьбу Бога не потребует подробного описания и не будет сомневаться, несмотря на бесчисленное множество вопросов о том, как это отразится на ее жизни. Она взяла на себя обязательства, не понимая точно, почему Он просит это от нее или как все сложится. Мария приняла слово Божье безоговорочно и наперед, не зная точно, что ее ждет. С простым доверием Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по Слову Твоему». Когда мы решаем делать то, что скажет Бог нам, то обязуемся непрестанно приводить свое ежедневное поведение в соответствии с Его волей. Такие простые проявления веры, как ежедневное изучение священных писаний, регулярный пост и молитва с истинным намерением, углубляет нашу духовную способность соответствовать требованиям земной жизни. Со временем простой образ жизни верующего ведет к полных чудес результатам. Он преобразует нашу веру из небольшого ростка в действенную силу, способную изменить нашу жизнь к лучшему. Затем, когда на нашем пути встают трудности, укорененность во Христе награждает наши души стойкостью. Бог укрепляет нас в слабостях, приумножает радости и делает так, чтобы все содействовало ко благу нашему. Несколько лет назад, когда я говорил с одним молодым епископом по много часов в неделю, наставляющим прихожан, он сделал одно поразительное наблюдение. По его словам, с проблемами, с которыми сталкиваются члены его прихода, встречаются все члены церкви. К ним относятся трудности с созданием счастливого брака, поиски баланса между работой, семьей и церковными обязанностями, сложности со словом мудрости, с работой или пристрастием к порнографии, а также с тем, как обрести покой относительно церковной политики или исторических вопросов, которых они не понимают. Его совет прихожанам очень часто включает необходимость вернуться к простым принципам своей веры, таким как изучение книги Мормона, как учил президент Монсон, уплата десятины и преданное служение в церкви. Зачастую, однако, их ответы исполнены скептицизма. Я не согласен с вами, епископ. Мы все знаем, что это все хорошо. Мы постоянно говорим обо всем этом в церкви, но я не уверен, что вы понимаете меня. Как выполнение этого связано с моими трудностями? Справедливый вопрос. Со временем я заметил, что те, кто осознанно выполняют малые и простые дела, то есть послушно, как казалось бы, в малом, благословляются верой и силой, выходящими далеко за пределы самих таких поступков, связанных с послушанием, и, собственно, на первый взгляд, не имеющими к ним никакого отношения. Может казаться сложным установить связь между обычными ежедневными поступками, связанными с послушанием, и нахождением решений больших, непростых проблем, с которыми мы сталкиваемся. Но они действительно связаны. Из своего опыта могу сказать, что ежедневное введение простого образа жизни верующего — это единственный, наилучший способ защитить себя от жизненных трудностей, какими бы они ни были. Проявление веры в малом, даже когда это кажется незначительным или совершенно не относящимся к тем или иным проблемам, которые волнуют нас, благословляет нас во всем. Вспомните Неймана, военачальника сирийского, отличного воина и прокаженного. Служанка рассказала о пророке в Израиле, который может исцелить Неймана. Так что он отправился со слугами, воинами и дарами в Израиль. В конце концов, он прибыл в дом Елисея. Слуга Елисея, не сам Елисей, сообщил Нейману, что Господь повелел ему просто пойти омыться семь раз в реке Иордан. Очень простое действие. Вероятно, такое простое указание показалось могучему воину очень нелогичным, банальным или ниже его достоинства. Так что он посчитал это предложение оскорбительным. В конце концов, указание Елисея показалось Нейману нецелесообразным, так что он обратился и удалился в гневе. Но слуги Неймана, подойдя к нему, мягко отметили, что если бы Елисей попросил его сделать что-нибудь важное, он сделал бы. Они обратили его внимание на то, что поскольку его попросили выполнить такое простое дело, не следует ли ему так и поступить, даже если ему непонятно, почему это нужно сделать. Нейман переосмыслил свою реакцию и, вероятно, скептически, но все же послушался, и пошел, и окунулся в Иордами семь раз, и чудесным образом исцелился. Некоторые благословения за послушание часто приходят быстро, другие приходят только после проверки. В «Драгоценной жемчужине» мы читаем о неустанном старании Адама соблюдать заповедь принесения жертв. Когда ангел спросил его, почему тот приносит жертвы, он сказал, «Я не знаю, но только Господь повелел мне так». Ангел объяснил, что эти жертвы есть подобие жертвы единородного от Отца. Но, по всей видимости, это объяснение было дано Адаму только после того, как он продемонстрировал свою готовность быть послушным Господу в течение многих дней, не зная, почему он должен приносить эти жертвы. Бог всегда будет благословлять нас за наше непреклонное послушание Его Евангелию и преданность Его Церкви, но Он редко заранее сообщает нам о Своем расписании, согласно которому Он это делает. Он не показывает нам всю картину с самого начала. Здесь нужны именно вера, надежда и доверие Господу. Бог просит нас проявлять терпение, доверять Ему и следовать за Ним. Он просит нас не спорить из-за того, что вы не видите. Он предупреждает нас, что мы не должны ожидать с Небес быстрых ответов или решений своих проблем. Все решается, все разрешается, когда мы остаемся стойкими при испытании нашей веры, какой бы трудной ни была эта проверка или как бы долго мы не ждали ответа. Я говорю не о слепом послушании, а о вдумчивом доверии, совершенной любви и расписанию Господа. Испытание нашей веры всегда требует приверженности простым принципам своей веры, которым мы следуем каждый день. Тогда и только тогда Он обещает, что мы получим божественный ответ, которого жден. Как только мы докажем свою готовность сделать то, что Он просит, не требуя познать когда, почему и как, только тогда мы пожнем вознаграждение за свою веру и свое усердие и терпение и многострадание. Истинное послушание принимает заповеди Божьи безоговорочно и наперед. Осознанно или нет, все мы ежедневно избираем, кому служить. Мы показываем свое решение служить Господу ежедневными проявлениями преданности. Господь обещает направлять наши пути, но чтобы Он мог это делать, мы должны идти по Ним, доверяя, что Он знает путь, поскольку Он и есть путь. Мы должны наполнить свои сосуды до краев. когда мы доверяем Ему и следуем за Ним, наша жизнь преображается, как вода была превращена в вино. Мы становимся чем-то большим и лучшим, чем в противном случае могли бы быть. Доверяйте Господу, и что скажет Он вам, то сделайте. Во имя Иисуса Христа. Аминь.